всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир морская тема два варианта будет в таком круизном стиле это для клиентов которые не очень любят дизайн вот но на море они готовы рискнуть и два варианта таких очень ляповатых и ярких такой вариант для мальдив для красного моря для черного моря в общем для моря и вариант какая-то типа оля гавайская вечеринка в общем парочка скромных и парочка слишком ярких эти как мне сегодня красиво такая красивая гербе так меня здесь есть прям даже вам показать эти варианты смотрите сегодня будем делать такой вариант с реверсивным стемпингом он пусть такой немножко трудоемкие но с ним получается очень прикольные такие графичные и цветные варианты дизайна и таких два скромненьких я называю стиле круиз так ну давайте начнем с первого который мне нравится больше всего вот такой давайте начнем с него здесь чем прикольно смотрите желтый и зеленый основные скажем действующие лица этого дизайна и как прикольно смотрится с одной стороны ну прямо достаточно ярко мне кажется прям очень хорошо будет до для любителей дизайна куда-нибудь на черное море на красное море хорошечно будет так ну давайте здесь я решила сегодня долго думала как взять коллекцию новую вернее который поштучно цвета вышли вы знаете что у вас вышли дополнительно зеленые яркие цвета неоновые для ассортимента вот есть текущая коллекция который в основном я все эфиры провожу это коллекция бёртов пассаж вот но в итоге я на ней остановилась здесь тоже яркие цвета но возможно не настолько как например в цветных гель-лаках которые вышли не так давно напомню цвета которые вышли поштучно 7 цветов это отдельно это мы сейчас пополнили ассортимент так как в ассортиментной линейке вот этих оттенков не хватало так как два года назад и вымылся весь ассортимент вот и мы его два года пополняли так поэтому я думала дома нет возьму желтый классический все-таки не неоновые роскошные желтые 470 и на короткие ногти и на длинные будет хорошо тем более сейчас уже клиенты в принципе они готовы носить да и зеленый маникюр и желтый маникюр там десять лет назад такое там не знаю страшном сне не приснится мастеру маникюра что клиент попросит желтый маникюр у кого сейчас клиент такие смелые в своем выборе пишите делаем просто однотонное покрытие с вами суши давайте наверное параллельно два буду делать что в времени терять с ним быть нужно много очень просушивать вот а для этого варианта предлагаю сделать градиент для второго градиента же долго не думала для градиента я взяла из этой же коллекции 468 и 473 кстати следующий маникюр буду делать уже вот этим розовым так градиент делаю на быструю руку скоростной поэтому сильно не заморачиваясь так как сейчас будет эти техника с губкой киоля кораллы и сильно отчитаться не будет насколько там чисто я сделал этот градиент не хочется время просто терять так смешали еще раз напомню мы делаем вот такое сочетание мне очень оно понравилось и яркое сочетание тоже очень ярко получилось для желтенького нам не нужен градиент здесь сделаем небольшой градиентчик так 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 все сделали теперь берем м-пасту у меня здесь желтая м-паста ела корн я ее в чистом виде буду использовать и я еще взяла вот такой вот оттенок пурпурный пурпурный смешала чуть-чуть беленьким и есть получается такой вот оттенок м-пасты то кстати оттенки неоновые покупал напишите как вам короче пока я делала вы мне напишите чтобы я обратную связь получила какой оттенок самый популярный получился из вот этих поштучных цветов и какой самый популярный получился вот из этих оттенков которые из набора ложка потерялась оля сейчас ложка потерялась уже на ложка оторвалась не могу найти самую обыкновенную губку насколько лет я в маникюре работаю я очень часто применяю в морском варианте такие а-ля водоросли зоне свободного края подклеить будет так и вот эти цвета которые из коллекции бёртов пассаж мне нужно для вас обратная связь так из коллекции 474 лавандовый так 486 зелененькие а очень плохо просыхает можно сегодня будет покрыть показать плотные смотрите вы должны понимать что все оттенки гирлаков практически бывает конечно средней плотности там желтые особенно но в основном все уэми цвета это очень плотно пигментированные цвета поэтому если вы чувствуете что не просыхает поэтому либо нужно изменить толщину слоя гирлака либо посмотреть лампу что с лампой так здесь готово предлагаю взять зелененький оттенок эмпасты и еще подрисовать например те же водоросли я их люблю вручную подрисовывать можно либо взять в чистом виде зеленый можно чуть-чуть с беленьким намешать это тоже все из набора эмпаста как она называется forest green так здесь просто для сложности фона мы сейчас прорисуем окей и но и и так вижу вы мне пишите 488 эти поштучные неоновые гель-лаки их делали прям вот специально для базового ассортимента чего не хватает что там давно просили потому что вот этого кораллового 488 у нас был такой похожий оттенок вот но давно не было в продаже что напомню у нас где-то года два просил ассортимент по цветным гель-лаком после того как началось из своего так как у нас поломались все закупки все доставки а так как мы закупали большую часть из европы даже пигментов так все суши и вот теперь можно приступить будет уже к стемпингу а здесь на этом варианте мы приступаем сразу к стемпингу но мы должны избавиться сначала с вами дисперсионной пленки но кто-то этого не делает да вы сразу делаете на сухую дисперсию кто-то обезжиривает я не люблю ни то ни то поэтому каждый раз повторяю эту же фразу я беру теклас здесь тоже я беру теклас почему во-первых неровная поверхность от рисунка также присутствует дисперсия чтобы приступить к стемпингу проще нанести защитить все текласа защитили и спокойно сейчас приступим к стемпингу сегодня предлагаю вам вспомнить про реверсивный может вдохновиться я знаю что большой процент мастеров вот пробовали стемпинг но как-то неудачно вы его попробовали не получилось там со второго с третьего раза и выплюнули а стемпинг это такая вещь она просто требует большого количества повторения отточить навык вот а потом как по маслу пойдет поэтому это не один не два раза надо потренироваться а там например 50 раз потренироваться и так предлагаю вам вот такое сочетание мне очень понравилось прям я не знаю влюбилась ты сейчас для instagram показывала мы сейчас сделаем то же самое только вот элемент другой сделаем чтобы такая композиция получилась так поехали берете вот здесь новая пластина морская она и для круиза и для морской тематики и для таких тропиков гавайской вечеринки есть вот такой паттерн есть прям откровенный такие джунгли очень нравится смешивать видите смешали и где-то темнее где-то светлее прикольно получается вот дальше смотрите не обязательно но вот в эфире здесь мне все все время мешает я на всякий случай чтобы не ошибиться я нанесу еще раз т-класса и так как я буду сейчас делать реверсивный следующий стемпинг элемента мне нужно будет нанести ультрабонт а ультрабонт очень часто бывает такое что начинаешь на лак наносить да и он потянет его так вот чтобы это все как-то было красиво вдруг испортили вы понимаете придется обезжиривать и тогда обезжирите первый слой рисунка время уже потратили жалко потраченного времени поэтому я еще раз нанесла т-класс и наношу теперь ультрабонт смотрите здесь уже т-класс нанесен был один раз и вот здесь у меня будут ракушки сейчас по свободному краю идти явно не ношу ультрабонт и просто вот так ставлю на воздух сушиться и этот вариант здесь рисунок пойдет где-то в центре тоже вот так вот прошлись можно весь на всякий случай и также ставить вот так в сторонку и пусть высыхает ультрабонт он когда высыхает он становится просто как клей как скотч двухсторонний превращается поверхность и тогда можно делать спокойно этот реверсивный степпинг не спешить никуда вы знаете о том что у вас все равно прилипнет потому что ультрабонт нанесем так ну давайте что сделаем ладно может уже ракушку взять начнем кисточки шнурные чистенькие чтобы были так 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 все лишнее убираю остался элемент предлагаю взять вот например неоновый розовый так кисточка дубовая помыла называется помыла прошлый раз кисти но смочила гель-лаковый топовым можно вот так в принципе я почти это сделала аккуратно почему не парюсь смотрите потому что контур присутствует и даже там вот где вот это чуть-чуть вылазит но ничего страшного она выглядит как такой тип рисунка так часто бывает подмалевок сам по себе контур идет сам по себе все я не спеша спокойно могу можно дать ему да кстати подсохнуть взять еще один штампик и нет еще вот такая звездочка есть еще я звездочку такую неоновую отпечатаю спокойненько смотрите так как у меня здесь я знаю находится ультрабонт у меня все прекрасно видите отпечатается несмотря на то что времени прошло много да так давайте еще одну звездочку домой времени вроде прошло много но все при отпечаталась потому что ультрабонт все пока отставим в сторону вернемся к этому варианту здесь предлагаю смотрите здесь есть разные композиции я брала просто лист было прикольно давайте вот эти цветы даже более замороченные для раскрашивания сейчас сделаем все равно поехали и раскрашиваем нам понадобится давайте зеленый и белый возьмем единственное блин для вот этих лаков нужно кисти отдельно иметь знаете какие-нибудь которые не жалко магазине художественном купленные что-то эмишные кисти потом от лака отмывать так себе история ну нет ничего под рукой так и беленьким сейчас раскрасить тоже видите вот но я раскрашиваю но без такого фанатизма прям чтобы этот контур не стал здесь вот в реверсивном стемпинге нужно научиться делать очень быстрые легкие движения так как от кисточки она же в лаке может потянуться предыдущий слой лака нормально выглядит да все даем чуть-чуть подсохнуть давайте вот это добро все уберем даем подсохнуть а у меня здесь помните же ультрабонт находится ультрабонт он защитит и как раз к нему такая у нас пара получилось внизу тоже можно текст добавить мы сегодня работаю шерми кончиками это 246 золотом морская тема и здесь как раз слов очень много и 245 вот он 245 здесь серебром 250 господи извините 250 и 246 золотом офигенных два шермикона кто любит вот такую тематику морскую прям очень рекомендую тем более вот с этой пластиной здесь можно генерить вариантов до бесконечности много не знаю напомните у меня здесь ультрабонт был сейчас шермиконт сильно не клеится ну и чем все вот этот вариант готов перекрываем финишем так здесь мы просто с вами сейчас что сделаем шармиконов здесь нужно больше приклеить здесь конечно так не прокатит я хочу вам каких какой живность еще приклеить и текст в том числе поэтому я решила еще раз ты классом перекрыть вот а здесь можно там не знаю например медузу классную черепашку приклеить посмотрим что подойдет ой а сюда можно эту морскую черепашку ниташка так сушим так он у нас пока сохнет давайте еще два подготовим господи куда жевачку белая для круизной темы фон это все-таки либо белый либо голубой все остальное будет ярко хотя может быть еще темно-синий но тогда белый стемпинг делать или голубой вот но оптимально чтоб не ярко было это офигенный классный голубой из новой коллекции вот он именно и не светлая пастель но и не вырви глаз то потому что например если взять тоже голубой из мои импульса два года назад выходил он прям такой вырви-вырви глаз это такой благородный и не яркий но нельзя назвать это пастелью и называет яркая пастель а для второго вообще просто белый это вот наверное самый базовый вариант для круизного маникюра я называю часто круизный маникюр это базовый маникюр для дизайна на море для женщин которые вроде как и не делают то вообще дизайн но на море бы рискнули так еще раз наполнить у нас уже готов здесь нам осталось за классный шарми кончик номер двести еще раз сорок шесть мы решили взять эту классную черепашку и что сильно на так крайне неаккуратно работу что я вся в чем-то и вот она такая вниз плывет черепашка вниз плывет ну кстати еще вот такой вот взять вариант смотрите это тоже морская звезда и тут чуть-чуть и водоросли и какие-то штучки и вот так вот просто фоном смотрите наклеить да она перекроет чуть-чуть здесь мне кажется как-то так черное черное пятно по композиции хорошо получается все и вот этот вариант готов суши так сейчас показываю очень быстрые варианты они действительно очень быстрые оба перекрываем текласом потому что будем работать с темпингом 1 2 мы снова берем эту же пластину которая сегодня работаю весь эфир и получается для первого варианта я вам предлагаю взять синюю обычную тельняшку сделать потому что у женщин базовом гардеробе особенно вот у состоятельных женщин они когда едут куда-нибудь в италию венецию летом на море там сантропе обязательно тельняшка присутствует но сейчас просто дарят стиль новые называются про этих богатеньких типа богатенький ричи подскажите мне кто понял old money old money боже у нас оператор знает марк я тебя в восторге вот бывает такая тигня вот просто я забыла я просто забыла так полосочки синенькие полосочки кстати у стемпинга надо уметь приклеивать лучше не перекатом а вот таким нажатием так чуть-чуть я подкосичила ну ладно я не до сушила ладно ничего страшного так теперь берем беленький быстренько беленьким делаем в центре у нас тут якоречек хорошая тема а можно кстати разбросать по-другому ну раз я уж так накосячила да давайте вот так сделаем 1 2 элемент будет вот здесь у нас штурвал сейчас сейчас мы так раз и два и вот здесь вот где-нибудь слева какой-нибудь вот так вот столбик столбец текст вот черненький так вот old money стиль вот кто там например стилистом сейчас задачу ставит там мне одеться как old money обязательно 1 2 вещи верхние будут с полоской если вариант 1 выглядел вот так по композиции до более минималистичный такой вариант так и вот такое сочетание это просто с красненьким причем я бы даже дизайн никакой не добавляла они очень милашные получается здесь вот такой есть мелкий якоречек сейчас я вот эти якоречек как горошек будет типа такого берем только красный вот такой белый маникюр это будет классно например на короткий маникюр до короткие картыши смещение все так мешает нет за него здесь у нас там вообще спереди у нас просто сейчас вебинар должен начаться для ими онлайн я уже такая быстрее быстрее тороплюсь так еще раз так не тороплюсь когда не тороплюсь тогда хорошо одну штучку добавим горошек я бы вообще сюда ничего не приклеила но понятно что мы же не можем не приклеить хочется какой-нибудь тоже вот черепашку приклеить либо вот такой хвост русалки вот единственное смотрите красный очень пигментированный его лучше подсушить аккуратно и потом только клеить шармиконы потому что я сейчас в инстаграм работала прям испортила вот так как у меня сейчас времени нет сушить я хитренько поступаю и просто сейчас перекрою все текласом и спокойно приклею шарами кончик так и не понравился такой хвостик хотя вот здесь вот есть черепашка и делала тоже прикольно посмотрите его испортил так а вообще вообще в идеале на всех остальных ногтях ничего вот только якорючки и она так вот как-то милашно получается так мимишно не знаю мне так эти якорючки маленькие нравятся для тех кто не любит дизайн смотрите как мило все смотрите как сегодня я быстро справилась такая у нас с вами композиция кто за желтый манитюр кто вот за такой вырви глаз я давно таких грязных рук не было а кто вообще за эту круизную историю кто за вот такие варианты за круиз пишите всем большое спасибо описание материалов которыми я работала сейчас сделаем приложим по эфиру кто только что подключился можете прямо сейчас пересмотреть эфир буквально через одну-две секунды но сегодня ты даже делал желтый отлично спасибо кстати за обратную связь по гель-лаками обязательно еще вернусь перечитаю прикольного здесь есть комментарии спасибо девочки всем пока пока